Павел Гейм Чанел Так, ну пока что карта маленькая Похоже на финалочку Ну это очевидно финал, потому что это последняя карта Твой путь окончен Я тебя помню, ты был в том дурацком обелиске Вот и все Путь пройден Та-да-да-да Приятный звук, правда? Так, вот это интересно Что происходит? Уже ничего Это действительно конец Может быть не тот конец, которого вы ожидали И все же Хм Нашему разговору кое-что мешает Че? Вот? Так-то лучше Признаться, я удивлен, что вам удалось зайти так далеко в этом Сосуде Я, конечно, лукавлю Изначально планировалось, что все эти видения поведают историю Изварда полностью А раскрывать их будет именно этот... Герой К счастью ли, или же к сожалению Этого не случилось Таким образом Все это Ложный мир, в котором есть герой Но нету подвига Я только хотел спросить, в чем тут мотив, в принципе Какой смысл этот путь был проделан? Как там уже сказали? А смысла? Нет! Хорошо, чем еще удивят? И что теперь? Что теперь? Ничего, как я и сказал Судьба ускользнула от героя, как и от многих других Можно разве что подвести небольшой итог Четверо иных избранников Меньше, чем должно было быть Однако в целом В самый раз Кому-то повезло больше Кому-то меньше Чья-то судьба оборвалась на полусловие Чья-то показалась лишь на миг Им была отведена большая роль в грядущих событиях Событиях, которые уже не совершатся У них же была важная, но менее значительная роль Их судьбы зашли в тупик Остались без продолжения Кому-то и вовсе пришлось появиться ненадолго И ограничиться ролью противников Их мотивом так и суждено остаться загадкой Дело не в том, что эту загадку тяжело разгадать Просто в этом нескладном мире Не существует ответов Не существует правды Не существует истины, стоящей за катастрофой Она попросту не написана Подземные машины вышли из строя Древние колдуны собрали огромное скопище душ Что это должно значить, я и сам не знаю В этом мире есть лишь декорации Фасад, который таит за собой пустоту Не те инструменты, не те лица Не тот герой, не тот мир В конечном счете Дурной сон, состоящий из обрывков мертвых людей А был ли смысл вообще в нашем выборе? Который мы делали? Хм... Мне все еще вот интересно Незнакомец говорит непосредственно с душой Или именно с игроком Все это к нему обращается Ну, больше, конечно, я склоняюсь ко второму Но пока я не знаю Что будет со мной? Что будет с вами? Откуда же мне знать? Вы всегда были вольны покинуть этот мир в любой момент Моей задачей было заинтересовать вас дойти до конца Пусть даже и до конца нелепой репетиции Вас, быть может, интересует, что будет с бродягой? Да, меня, в принципе, интересует, чем смысл всего этого Он исчезнет, как и все в этом мире Станет смутным воспоминанием Можете считать, что он проиграл Призрачный город поглотил его Впрочем, он и не мог выиграть Че так депрессивно-то все вдруг стало, а? Это так автор решил круто свернуть, когда понял, что надо доделать хоть как-то это Мало? Не стану спорить Ведь так и есть Могу предложить вам лишь прощальный Подарок Последнюю совместную битву вместе с бродягой Веселитесь А? Чего? Чего? Зачем? Это битва, в принципе Кстати, статы у меня что-то упали И что... что-то у меня... О! Время закручивается в спираль Возвращаясь к этому моменту Снова и снова Таков был замысел Сохранить величие Изорда Заточив город в вечности Это же чувак из самого начала Что же на деле? Жалкое зрелище Скопище полумных призраков и чудовищ Не осознающих своей участи И все Благодаря мне Я Изорин Последний из потомков Уоррена Последний владыка Изорна Моя история так и не была написана Так пусть же ею станет твоя Бессмысленная агония Блин, это... Блин, это... Блин, это... А был ли смысл эту шапочку с собой таскать? Так, надо чуть-чуть побегать, а то у нас энергии маловато Это иллюзия или она реально урон наносит? Ну, еще пламя призывается Так, надо валить... Так, надо валить... Да блин, а... Сколько же этих... Крутилок, а? Так, надо быть осторожней, а то я сейчас сдохну Хех, иначе быть я не могу, верно? Давай, покончи с этим Заверши этот сон Эй, чё? Ясно Обманочка дурацкая Чтобы добить меня стопроцентно Блин, надо было отдельный сэйф сделать в начале боя, а не... Как это удобно Иметь возможность просто вернуться назад Ахахахахахаха Блин, обожаю такие штуки Когда... Видят, что игрок сохранялся Давай, покончи с этим Заверши этот сон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, видимо у меня такое впечатление создалось после введения 2.1 Но оказалось, что нет Ну, насколько я знаю, что разработка в какой-то момент встала Потом автор решил кое-как скомканно это доделать И вот вышло то, что вышло Тем не менее, это весьма хорошее творение Мне в целом понравилось Поначалу даже игралось хорошо Но как-то... Вы видели, чтобы я хоть раз реально в бою применил новые способности какие-то? Может, осколки или ещё что-то? Нету практически ситуации, где они бы пригодились Ты и так, в принципе, отвлечён на то, что ты постоянно должен блинкаться Если хочешь выжить Без этого, сколько ты там урона не наноси Какие кнопочки не прожимай Смысла нет Ты на это отвлечён То есть, ты сделал блинк, атаковал Блинк, атака Блинк, атака Блинк, атака И всё, без вариантов Тут, в принципе Я не вижу практически ситуации, где можно было бы применить все остальные способности героя Просто вот, хз И мне показалось, что введение 2.4 как-то сломано, недоделано, что ли Вы же видели те области, в которые я не мог зайти Из-за того, что камеру не мог придвинуть И мне ещё сверху ману жгли И потом ещё слева, да Мне казалось, что по сюжету мы потом вернёмся туда Нас просто бросило в конец грёз Ну, типа, да, как бы Весь смысл 2.4 был в том, что ты Как-то быстро пройдёшься по помещениям, соберёшь лут И в конце концов сразишься с боссом из самого первого введения Она уже в прокачанном таком виде Причём, как вы заметили, что у меня прокачка куда-то частично пропала И не знаю, каким-то кривым образом переносятся предметы героя Это ещё сам герой, в принципе Это каждую главу, в принципе, было видно Ещё когда введение 2.2 началось Где у меня почему-то расходники до одного заряда опустились Что в целом насчёт геймплея Ну, я, в принципе, сказал Он за персонажа самоводнообразен Да, кое-как с горем пополам Какие-то разнообразные противники есть Но их очень мало Постал бы их принцип в том, чтобы подойти, атаковать И с разной скоростью это просто делают И немного разные тайминги у них Всё, боссы интересные, да Определённо в большей степени хорошие боссы Мне особенно предпоследний понравился 2.4 видение Где там просто куча спецэффектов И довольно-таки легко выжить Возможно, можно было бы чуть-чуть осложнить Ну, а конец грёз Это буквально копирка практически Самого первого видения Ну, и, собственно говоря Смысл в копать и в том, что нет никакого смысла Всё Конец Ничего дальше Мне вообще интересно Какая вообще изначально за этим история Должна была стоять И как раз именно в этом и был смысл Чтобы окунуть игрока с головой в приключения Которое просто не имеет Какого-то логического конца Завершения хэппи-энда Или бэдээнда Как там, так говорят Хотя бы Какой-то конечной схвысловой точки Просто вот тебе Ставят перед фактом А это всё Не нужно было Это всё Пранк Не, я не спорю Интерес Развитие событий Интерес конец Но, типа, тебя как будто От последнего Куска торта оторвали Тебе сказали Все, ты больше его не съешь Не будет его И его не просто кто-то там другой съел Или что-то такое, нет Его взяли и сбыли Раздавили там Мусор выбросили Переработали И все, оно ушло в забвение Я не знаю, короче Ну, благо, что И затянувалась Вторая половина компании настолько Чтобы успеть наскучить В принципе, ок Но мне показалось Прям чрезмерно много пустой Беготни в этой компании Прям очень много ее Как бы, вроде Закос под РПК какой-то идет И, в принципе, введение 2.1 Еще с этим более-менее Справлялся Ты ходил Узнал какие-то факты Какие-то Интересные Ситуации Происходили Там У кого-то Что-то подслушал Забрал там что-то Кому-то помог Где-то что-то сделал И параллельно Ты выполняешь Основные задачи В то время как Уже после этого Идет сильное проседание И побочек Практически нет Ты бегаешь По пустым Ландшафтам Я не спорю Красиво, конечно Но Бастовдоп Ты не можешь это заценить Потому что темно До усрачки Вот, допустим Вот, если взять Вот сейчас Вот этот экран Тут далеко не темно Хоть и ночь А там Прям какая-то Беспросветная мгла И на мгновение Нам дают Хоть немного света В 2.4 главе Но Финал явно Какой-то скобка Да и прям буквально Из последних сил Как будто выжили Чтобы было Как В общем Принтон Все это завершить Ну В общем Потенциал У этой компании Однозначно есть Механика Интересная Но Она себя Вообще Никак не развивает Я не знаю Может и я Просто Неправильно играл Но я не Просто не представляю В каких ситуациях Все эти новообретенные Способности героя В принципе Можно использовать Это во-первых Во-вторых В принципе О них ничего не говорится То есть Мы их получаем Но ты Узнаешь Буквально Случайно Нажав на плюсик И В-третьих Наверное Какого-то Обучения Что-либо Не помешало То есть Тебе буквально Дальше Способность И сразу Ставят Перед фактом Как ее Использовать Но Нету Нету Ситуации Где Это Можно было Бы Ее Зануть Ну Единственное Что Вот эту Страшилку Которую В сон Кидает Можно было Использовать Использовать Наверное На толпе В 2-4 Чтобы Сократить Вражеское Преимущество Но я И так Неплохо Справлялся Ну Больше Я не знаю Чего еще Потенциал Есть Но Он не раскрыт Вообще Ну А сюжет Я даже не знаю Чего о нем Говорить Странное Завершение Непонятен Финал Непонятно Зачем Вообще Все это В принципе Делалось Ну да Да Незнакомец Скорее всего В лице Автора Говорит нам Что Типа Я просто Хотел вам Что-то Показать Но Это все И Больше Ничего Я же Сказал Это все Больше Ничего Ну и Пожалуйста Ну просто Рояли Москустов Я даю вам Битву Наконец И все И в конце Просто Беспросветная Мгла Пустота Ничего Возможно И есть В этом Какой-то Смысл Если подумать Больше Я не знаю Чего сказать У компании Большой потенциал Есть Но ее Надо Прям Контентом Жестко Наполнять Ну Честно Если будете В это Играть Я вам Советую Просто Идите По основной Сюжетке Особо Нет Смысла Наверное Какие-то Побочки Выполнять В основном Все вкусное Вам походу Дается Плюс В 2-3 Ведение Отличное Местечко Где Можно Себе Прикупить Того Паразитика Иреген Немножко Атаки Ну и Пособирать Там Чуть полезного В остальном Большинстве Своем Это все Если так Подумать На самом деле Хоть компания Может и Показалась За 6 глав Довольно Большой Но В целом Контента Тут Ну Мягко Сказать Маловато Ну В любом Случа Спасибо Автору За то Что вообще Такое Творение Довел до Ума Это Довольно Уникальная Вещь Никто Такого Не делал Интересная Реализация Лучше Можно было Определенно Однозначно Можно было Быть 200% Прям Можно было Бы Но Как бы Что сделано То сделано Жаль Что До конца Того Изначального Конца Который Скорее всего Задумывался Эта Компания Дашв А может так и Задумывалась Хер его знает На самом деле Ну и Кстати Смущаюсь Что много Огромных И пустых Карт Банально Можно было Просто Сократить Размеры Чтобы Загрузку Ускорить А то Они долго Грузятся Смотрим Оптимизацию Можно Хотя бы Провести Ну и Больше Я не знаю Чего еще Тут Можно Добавить На этом Я завершаю Прохожение Сам Нам Более Я надеюсь Вам Понравилось Заценили Мою Озвучку Правда Я не знаю Пока Какая Будет Чисто Моя Авторская Или Ревойс Посмотрим Что я Выберу Ну Вы уже Знаете Что я Выбрал Потому что Посмотрели До этого Момента Вот Как-то Так Пожалуй Как я Сказал На этом Будем Прощаться С вами Был Первый Смертный Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Оставляйте Комментарии Пишите Мнение Ваше По Этой Компании Что Думаете Играли Ли Вы Как Оцените Ее Посоветовали Бо Ее Сыграть И т.д И т.п И что Вообще Какие Изменения Можно Как ее Можно Улучшить Колокольчик Чтобы получать Уведомления По новеньким Видосикам А если Вы Хотите 100% Их Гарантированно Получать Потому что Ютуб Может Этого Не делать По надуманным Причинам То можете Подписаться На мой Телеграм Канал Ссылка На который Есть Описание К этому И к остальным Видео Там Помимо Того Что те же Видосы Выходят С уведомлениями Вы можете Найти И другой Различный Контент Всякие Там Постики Авторские Мои Анонсики Того Что будет На канале Модификации Которые Выходят В сообществе Варика Новости Вообще В принципе Там Какие-то Связанные С Варкрафтом И Много 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 Другое С вами был Первый Смертный Всем пока Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова